Привет, мои добрые, хорошие! С вами Наталья, Бельгия. Я продолжаю гармонизировать свое пространство, точнее, пространство своего дома. И сегодня видео о входной двери, или о главном входе, или о главной двери, как вам больше нравится. В общем, вообще, какое значение входная дверь имеет в вашей жизни. Сразу скажу, что я пока еще не профессионал в этой области, я все еще учусь и просто применяю принцип вас, то в своем доме ни в коем случае не агитирую вас делать то же самое. Но если, конечно, вам это интересно, то вы можете тоже повторять, получать свой результат. Результаты приходят мгновенно, сразу вам скажу. Просто я показываю то, как я это делаю, как я этому учусь. Итак, входная дверь. Поехали. Вообще, входная дверь, или главная ее еще называют, она не просто так называется, она вообще показывает ваше предназначение, то, в какой области вы должны реализоваться свыше. То есть входная дверь, она показывает то, чем вы должны в жизни заниматься. И если вы реализуете вот эту деятельность, то, несомненно, в этой области вы достигнете успеха и морального полного удовлетворения. Ну и в противном случае, понятно, что даже, возможно, и будет успех, ну вот в денежном, да, в каком-то плане, но морального удовлетворения в жизни вы все равно получать не будете. Поэтому нужно стараться свое предназначение все-таки в жизни воплощать. И входная дверь, главная дверь, она очень большой помощник вам в этом плане. Она показывает именно то, какой деятельностью, какая деятельность, да, вам принесет наибольший успех, наибольший счастье, наибольшую радость и успех в жизни. Что касается изобилия, да, и доходов в вашей семье, то входную дверь снаружи, ее, конечно же, нужно украшать. Это имеет очень-очень большое значение, потому что украшение, оно привлекает внимание, оно привлекает энергию, именно вот на энергетическом уровне, да, оно вот привлекает именно украшение двери, если она, ну, если вы за ней ухаживаете, если вы ее украшаете, то это привлекает энергию изобилия в ваш дом. Также считается, что входная дверь, главная дверь в дом – это рот дома. То есть, сами понимаете, что рот нужно держать всегда в гигиене, в чистоте и в порядке. То есть, если вход в дом у вас прибран, там, чисто, хорошо, светло и просторно, то в ваш дом, понятно, что будет входить положительная энергетика, энергетика изобилия, счастья и радости. И, понятно, в противном случае, если у вас захламлен, например, да, главный вход, и, ну, грязно, не прибрано и так далее, то, понятно, сами понимаете, какая энергия будет входить в ваш дом. Поэтому держим главный вход всегда в чистоте и порядке. Понятно, что на главном входе в прихожей не должно быть никогда ничего лишнего. Никакой лишней обуви, никакой лишней одежды. Одежда, то есть, ну, понятно, только сезонные вещи, да, которыми вы постоянно пользуетесь. Ну, и в идеале, конечно, она должна быть светлой и просторной, но мы не всегда можем себе это позволить. И есть, конечно же, исключения. И, ну, вот, самое главное, чистота, порядок, аккуратность. Ну, и ещё пару слов скажу про предназначение. Конечно же, расскажу именно про мой случай. У меня входная дверь выпадает на сектор Запад. Запад отвечает планета Сатурн. Это такая, ну, можно сказать, аскетичная такая планета. Очень сильная, такая серьёзная, аскетичная, такая, знаете, строгая, если можно так сказать. И какой род деятельности может быть у вас, если у вас вход получился так же, как у меня, да, с западного сектора. Основной деятельностью, знаете, вот у тех, у кого вход с запада является, ну, как бы так сказать, быть сирым кардиналом. Ну, что-то такое, как бы это объяснить там понаглядней. То есть это могут быть такие виды деятельности, как организатор, да. То есть организатор, он организует всё, но он не публичный человек. То есть без него невозможно обойтись, ничего не состоится, да, без этого человека. Но с ним всё идёт по плану, по порядку, и, то есть получается результат, да. Масштабные события, они совершенно невозможны без организаторов. Их, ну, практически никто не знает в лицо, но то, что они делают, имеет решающее значение. Может быть, сервисная какая-то деятельность, да, то, ну, как я уже сказала, имеет важное значение, но этой работой её не видно, вы видите только результат. Ну, вот, лидер тоже может быть, да, деятельностью, но такой, знаете, очень строгий, такой серьёзный и, ну, такой аскетичный. Вот. В общем, грубо говоря, если главный вход в ваш дом попадает на сектор Запад, то вашей основной деятельностью, вашим основным родом занятием должно быть создание успешных людей, создание платформы для успеха других. Такая, знаете, теневая деятельность, но вы при этом остаётесь в тени. То есть, ваша работа, она незаметна, а заметен только результат. Буду я заканчивать. Надеюсь, что видео вам было интересным. Да, кстати, если вам, если вход в ваш дом с какой-то другой стороны света, то, ну, и хотите, чтобы я вам об этом рассказала, пишите в комментариях, возможно, тоже сделаю видео про другие части света. Вот, значит, у нас такой вот главный вход. Массивная такая вот высокая дверь. И вот этот многострадальный горшочек, который постоянно сдвигает этот почтальон своим мопедиком, актёров, который называется. И где кошки устраивают, ну, грубо говоря, туалет, а нерадивые хозяева, да, позволяют им это делать. И вот сейчас посадила я на днях буквально вот такой вот красивый цветок. Как называется? По-научному не знаю. В народе называется октябрино, потому что это вот именно осенний такой сезонный цветок. Вот. Не стала я фиолетового цвета, решила что-то поменять в жизни. Кстати, вот привить к вам от моего фиолетового костюмчика. Вот. И вот это вот на данный момент является основным украшением моего главного входа. Ну, еще одно очень-очень-очень важное замечание. По первым же секундам, когда вы входите к кому-то в дом, можно определить атмосферу, царящую в доме, в семье, начиная от здоровья, да, домочаться, заканчивая, ну, межличностными отношениями в семье. Очень надеюсь, что цветочки в кадр все-таки попали. Итак, чтобы определить атмосферу в семье, атмосфера вообще зависит от женщины, от хозяйки в доме. И когда вы входите в дом, первое, на что нужно обратить внимание, это запах. Запах показывает, как пахнут мысли хозяйки. Ну, наконец, я заканчиваю свое видео. Я желаю вам, как всегда, самого-самого наилучшего. Я желаю вам открывать что-то новое, изучать что-то новое. Ну, вот всегда это желаю. Нужно что-то новенькое, наверное. Ну, ладно, будем исходить из нашей сегодняшней темы. Я желаю вам, мои добрые, хорошие, как мальчикам, так и девочкам, чтобы при входе в ваш дом ощущались райские ароматы. Потрясающие райские ароматы любви, изобилия, счастья. Ну и самое главное, пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока.